старший сын это ему было 18 лет он учился на втором курсе университета шевченко в городе киеве дочь алиса 9 лет была училась в школе ходила в танцевальные кружки жена татьяна работала финансовым директором в эти компании ей бы было 44 в мае месяце этого года 17 февраля я уехал в донецк на автобусе моя мать заболела на к вид как бы попала уже в больницу и поэтому я взял с собой кислородный концентратор и повез его в донецк то есть на момент начала всех этих событий я находился там таня с сыном уже четвертого числа с утра планировали уезжать вот мы как бы пообщались я попросил извинения за то что я не с ними в этот момент за то что я не смогу их защитить таня как бы не теряла оптимизма и сказала не волнуйся все будет хорошо мы пробьемся вот мы соответственно больше связи с ними не было и уже на следующий день я обнаружил телефон жены начал находиться в онлайне он показал где у метку в седьмой больнице города киева я просто позвонил своим знакомым в киеве которые находились ближе всего к этой больнице пропасть попросил приехать туда пока мои знакомые ехали в больницу где-то еще минут через двадцать в твиттере появилась первое просто текстовое сообщение что во время эвакуации людей из ирпеня в селе романовки под минометный обстрел попала семья еще через наверное полчаса а может быстрее в твиттере появилась первая фотография фотография смысла событий мои дети лежали на асфальте у них были скрыты лица но я их опознал сразу по их одежде о нашим вещам то есть чемодан рюкзаки переноска с собаками она была зеленого цвета ну как бы я уже понимал на сто процентов что дети мертвы те люди которые искали жену подтвердили информацию о том что она находится в этой седьмой больнице в тяжелом состоянии то есть некоторое время она еще была жива и уже чуть позже я узнал о том что она тоже погибла к моменту моего возвращения уже было известно где кто находится и там произошло уже там все эти процедуры опознания судмедэкспердиза там мы получили на руки все бумаги и соответственно уже чуть позже провели похороны мы ко всему были готовы но я не ожидал я даже всех успокаивал потому что как бы тема войны висела в воздухе уже несколько месяцев о том что будет вот такое творится на территории всей украины мы даже особо не думали то есть мы это осознали в 5 утра 24 февраля моей жены есть родственники в россии когда все началось ее это дальняя сестра там я не знаю троюродная условно да позвонила из москвы спросить что у вас происходит в украине и не то что как бы оказать поддержку нам украинцам она сказала ты знаешь таня я переживаю за своего сына он военнообязанный его уже там как бы мобилизовали он сейчас находится в крыму они переживают за то что их ребенка зашкварят в украине но о том что тут погибает куча украинцев и вот допустим даже как в нашем случае погибла их там сестра со своими детьми за это они не переживают это можно вот фейсбуке две ручки поставить и написать соболезнования и все и они не отмоются я умею контролировать эмоции да мне больно мне тяжело но 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 что делать сидеть плакать ситуация сейчас такая что расслабляться не стоит возможно чуть позже я сяду и поплачу